В эфире Такие люди Представлю наших гостей В программе такие люди Музыкант, поэт, композитор, исполнитель И вообще все, что Все наше все Создатель, руководитель, бессмертный Художественный руководитель и дирижер Михаил Вырин, группы Медвежий угол, город Казань Здравствуйте, Миша Здравствуйте, Владимир Здравствуйте, уважаемые слушатели И зрители И зрители И еще одного представителя Того же самого направления Фольклорного, развлекательно-познавательного Душащипательного Представлю вам Это тоже музыкант, композитор, исполнитель Руководитель, создатель группы Возвращение Сергей Конунников Здравствуйте, Владимир Он сегодня представляет, естественно, Подмосковье И наш родной город Железнодорожный Сегодня мы пригласили музыкантов Потому что они у нас Если Сергей у нас был год назад Да, год назад В марте, в марте был Да То, ну, фактически, да То Миша у нас был последний раз в студии Дай бог памяти Десять лет назад Десять лет назад, в 2008 году Вот Но в анналах, так сказать, нашей истории Есть о них след серьезный Друзья, дело в том, что Работая в таких больших коллективах И, ну, серьезных, достаточно и хорошо известных Нашей матушке России Тут у них возникла идея Значит, сделать совместный дуэт Творческий И, конечно же, показать этот дуэт В полной, так сказать, красе Сегодня такую возможность Мы с удовольствием предоставим Тем нашим зрителям Которые, может быть, не знают их творчество Может быть, никогда не видели Ну, а тем, кто знает их и любит Конечно, будет приятно в очередной раз Встретиться с этими Замечательными исполнителями Почему? Потому что Мое расхожее выражение Потому что они пишут песни Не на тексты, а все-таки на стихи Это раз И второе Это очень тонкие Стройные музыкальные штуки Которые У них, знаете, вот такие Существуют определенные у нас гормоны У каждого человека И в этих гормонах Заложен наш русский дух И вот если мы про него говорим То это как раз оттуда Сереж, вопрос к тебе Что вас подвигло На это замечательное действие На то, чтобы создать такой дуэт Две вещи Это время и география Во-первых Ну, собственно, получилось так Что своих московских друзей Я ввиду творческой деятельности Своих постоянных разъездов Встречал гораздо реже, чем Мишу То есть мы дружим уже Не знаю, сколько лет Познакомились мы на Грушинском фестивале Под Самарой Благодаря Пашке Фахардинову, кстати Это был 2006, по-моему, год 2007 год это был И с тех пор Вот дорожки пересекаются На разных фестивалях В разных городах То есть куда ни приедешь По Волжье везде Медвежий угол То есть в конце концов Получилось так, что Возвращение едет в Казань Обязательно с Медвежьим углом играет Медвежий угол приезжает в Москву У нас совместные концерты Здесь по клубам И, собственно, почему бы и не собраться вместе Вот решили мы И, собственно, сделать такой вот проект Поскольку какая-то часть песен Была отрепетирована просто на коленках Там в поле Вот, а какая-то уже так плотно Сидели дома здесь И работали И сделали материал Да, потому что Ну, с чего-то началось С такого толчка творческого Вот получилась одна песня Потом следующая, следующая, следующая И вот мы набрали Насольную концертную программу уже Понятно, спасибо Миш, как тебя Втянул Канунников В это увлекательное мероприятие? Это кто еще кого втянул? Вопрос Ну, здесь На самом деле география Сыграла определенную роль Просто Меня угоразило пожить В Москве некоторое время И Мы что-то с Серегой Периодически встречаясь Решили, что Ну, просто Так вот Бездарно время Просто коту под хвост Пускать Это неправильно И стали как-то Съезжаться Собираться Репетировать Вот А потом Меня занесло Значит Из Москвы На Урал В Башкирию Ну, последние полгода Там живу И что-то я там Так Затаился А Серега Мне дал Такого мощного Дружеского Ментального пинка Давай, давай Быстрее Надо Выступать Ну, мы действительно Что-то Обдумывали Что-то Слушали Собирались И как-то Даже не столько Ради репетиции Сколько действительно Пообщаться И с детьми И как-то вот Съезжались И как-то Все это надо было Вот выплеснуть И Серега Собственно Да Он Втянул И Собственно Сейчас вот Пнул Стал генератором Идей Замечательно Как Таня Пучков Поет из Москвы Через Казань Тебя занесло На Урал Это очень здорово Как собрался В Питер Из Москвы Через Казань Да, да, да Два такая песня Хорошо Друзья Ну, чтобы нам Далеко не отходить Так как программа В данном случае У нас, конечно Такая литературно-музыкальная И я, наверное Попробую Предложить нашим музыкантам Сразу начать с песни То есть Вот песня Которая бы Показывала нам сегодня Вот Какой-то Тандем Сергей Канунников И Михаил Верин Ну, мы, кстати Сразу озвучим Такую историю Дело в том, что Не все песни Которые, допустим Пою я Принадлежат Моему перу То есть Я пою Мишины песни Миша поет Мои песни И наоборот То есть Здесь получился Такой Обмен Творческий Так нет Я же говорю И одновременно Это с дуэтом Ну, в общем Сейчас будет Илья Пророк Вот Песня Принадлежит Мише Как автору Вот Ну, в данном случае Миша будет Гусляром А я буду петь Отлично Илья Пророк Михаил Верин Сергей Канунников В редакции Большой Валашихи Раз Два Три Миша Через ночку на восток В лунном серебре Гнал коней Илья пророк Выкупать в заре Конь громами подков Удораживаюсь В даль заоблачных лугов Вешено неслись Конь гривами ветром Дыбели моря В пенье ангельских хоров Ширилась заря Рвала хапки звезд пророк На зимних кидал Сотрясая наш мирок Буйно хохотал Через ночку на восток В лунном серебре Гнал коней Илья пророк Выкупать в заре Конь громами подков Удораживаюсь В даль заоблачных лугов Вешено неслись Прилетали ангелы севера Прилетали на гору На гороши воли по небу Радугу На гороши воли по небу Илья пророк Не спеши Не знали, не устали Протыкали небо Иголками противали нить Чудесные нашивали по небу радугу Пять минут было, ой, да расстояло Субтитры сделал DimaTorzok В эфире Такие люди Она грустная Она драконная Большая Балашиха Радио для хороших людей Замечательно вас слышно Ты можешь даже не тянуться Если тебе не слышно, надень наушники Простая рекомендация Память уже многолетняя Микрофон поближе Не, не, за вас замечательно снимает Друзья, напомню Сегодня у нас в гостях Михаила Вырин и Сергей Канунников Это вот два руководителя Двух больших, красивых, интересных коллективов Которые выступили творческим дуэтом Творческим дуэтом Сами придумали, сами выступали Посмотрите, ужас Я почему так удивляюсь Потому что у каждого коллектива Существует свой гастрольный тур Сереж, можно зайти к тебе на страницу Посмотреть на группе возвращения И мы увидим, что действительно Вы выступаете У вас там гастроли Это и акустический состав И электрический состав И у Миши тоже Достаточно всяких разных Добрых предложений Пожеланий и, так сказать, приглашений Ну как же вы сами-то бросили коллективы И отправились вдвоем По матушке России с гастрольным туров Мне интересует такой вопрос Как ваши ребята, как ваши музыканты К этому относятся Потому что руководители разъехались Объединились И там болтаются где-то по России Ну с возвращением все просто Я, наверное, за свой коллектив буду отвечать У каждого из музыкантов Есть куча всяких проектов Потому что у нас все люди самодостаточные Там у Дениса Забавского Два оркестра, например Своих, ну, молодежных Которые он курирует Работает дирижером И наши музыканты Собственно, они Как правило, универсальные Они не только занимаются Творчеством, исполнительством Это и преподавание И какие-то такие моменты Которые позволяют Ну просто жить, да Зарабатывать на кусок хлеба Вот А возвращение все-таки Ввиду своей некой Узконаправленной Истории творческой Оно никогда не было Основным источником дохода Для музыкантов Поэтому, собственно, все спокойно К этому относятся И пока не идет речь о том Что у нас вот как бы с Мишей Прям такие мощные выезды Там на месяц Вот сейчас три города собираем То есть Москва, Казань, Южкорола Вот, а дальше уже посмотрим Как там будет Серж, а ты только что приехал Ты же тоже проехал Какой-то тур такой у тебя получился Где-то был Ну, я еще его не закончил Я тут на два дня буквально На три очутился Ну, как я говорю, мы рады, что поймали их Да, то есть Там был Мурманск, Апатит и Кировск Вологда, Питер Сейчас вот будет Самара Энгельск И Ульяновск Потом будет Иваново Ну, собственно, есть куда поехать Зовут Слава богу Дорогие друзья, граждане Российской Федерации Те, кто еще Те города, которых Сергей сейчас не назвал Если у вас вдруг возникнет желание его пригласить Я думаю, что это можно будет легко и просто сделать Пожалуйста, в социальных сетях Вы можете найти и Мишу Вырин И Сергея Канонникова И с ними пообщаться Действительно, концерты получаются интересные Хорошие, как говорят обычно профессиональные музыканты Взгревные Вот, Миша, скажи, пожалуйста За вот столько лет работы В твоей творческой истории Есть ли какие-то моменты Когда вот Ты чувствовал, что Такой-то наибольший Творческий посыл Вот когда-то тебе там и писалось И выступалось хорошо Или он все-таки еще не настал Ну, я надеюсь, что он еще не настал Хотя, конечно Ситуации бывают разные Мысли бывают разные Но Пока мы живем Пока мы можем чувствовать И что-то перемалывать в своей голове У нас всегда есть простор Есть варианты, куда идти Есть варианты, куда развиваться В какую сторону Допустим Два с небольшим года назад Один мой знакомый Я гитарист Гитарист такой уже Как бы со стажем Без образования Но переигравший, наверное, во всех стилях Кроме фламенко И фламенко не умеет играть Вот честно скажу Вот такой сложный Сложный такой стиль Вот И Меня как-то попрекали тем Что я не играю на каких-то традиционных инструментах русских Вот Ты же такие песни пишешь Почему ты не играешь, допустим, на гудке Или на гуслях Или на гармошке Я говорю, ну вот Не играю Вот так Я так вижу А мне было стыдно признаться Что я вот такой, типа, уже чего-то достигший гитарист Просто я Не брал руки Элементарно не умею играть на этих инструментах И Два С чем-то года назад Один мой приятель Мне буквально силой всунул В руки гуслей Сказал Играй То есть я говорю, а как? Он говорит, вот так Я попробовал И вот с тех пор у меня Гусли практически к рукам приросли И у меня уже сейчас третий инструмент Вот Очень нравится Я Много времени этому посвящаю И как бы это вот Новое направление совершенно То есть есть куда развиваться Развиваться есть куда И инструментов традиционных полно И то есть у меня вот на очереди Еще несколько Я уже даже как бы успеть-то думаю Все Вот поэтому Поэтому торопись Друзья, мы еще одну сейчас попросим У наших музыканцев исполнить еще одну песню Заодно посмотрим, как там У нас обстоят дела с музыкальными инструментами Как они ими владеют Владеть они ими на самом деле неплохо Поехали Это будет песня Сережи Кононникова Называется «Она девица» Раз, два, три, два, два В двух вершках над черной дырой Подтолкни чуток и каю Ветреной осенней порой на краю Падает от пугала тень В тени рук укрыв тень кола А прокинута на векре голова Охраняет сердце мое Машет, не вернуя тебе А лесная птица поет Не верю А я не слушаю никого А я туда уже не смотрю В своей нарезы седой горой Горю Тепло ли тебе, девица Тепло ли тебе, красная Подбрасывать поленица Напрасно Напрасно Там в смоле прокуренных снов Будешь ты хозяйка одна В море горя нет берегов И дна Там тебе построю арго Там тебе теперь долго путь Там тебе не знаю, кого любить А мне рассыпаться на слова На горстку точек и запятых Потом внутри что-то там сломать И стих Сложить И спечь А мне не надо более тебя беречь Тепло ли тебе, девица Тепло ли тебе, красная Подбрасывать поленица Тепло ли тебе, красная Напрасно Ладно, поехали дальше В эфире Такие люди В программе «Такие люди» Михаил Вырин и Сергей Канонников Друзья, мы продолжаем их терзать и мучить Спрашивать Задавать им всякие разные несуразные вопросы Для чего? Для того, чтобы понять Что же такое вот это вот так называемое фольклорное творчество? Хотя, наверное, вы знаете, сложно его назвать В какие-то рамки оно никак не лезет Вот в предыдущем нашем отрезке мне рассказал про фламенко Ну, допустим, да, там уже все ясно Там уже понятны размеры, понятны инструменты, понятны исполнители Но что касается фольклорной музыки Здесь, конечно, широкий и огромный спектр развития И это очень здорово Сережа, скажи, пожалуйста Вот то, что вы сейчас делаете Я знаю, что ты не любишь как-то это вот систематизировать Подводить под какую-то там определенную всю историю Да, потому что творчество вообще нельзя подводить под историю Но все-таки Я знаю, что это очень много И песен у тебя написаны на стародавние старорусские тексты У тебя причем есть тексты, которые Их даже приходилось расшифровывать Для того, чтобы на них там исполнить какие-то песни Нет, я просто делал авторские переработки Да, 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 сейчас И всего там парочка вещей таких есть Ну, это все равно интересно Сейчас вот есть у тебя какие-то такие направления, которые Прям вот над которыми надо серьезно подумать Для того, чтобы, так сказать, вкусить и понять весь кайф вот этого творчества Да, на самом деле мы всегда были таким мостиком Между фольклорной музыкой и традиционным роком Который с рок-культурой Или авторской песней, можно так сказать, да? Тут границы-то очень тонкие, потому что если Есть определенная доля содержания, да? И, собственно, акустическое звучание Независимо от наличия инструмента Основная масса людей уже начинает говорить, что это авторская песня Кто включается электрогитара, говорит, ой, это рок Ну, это условно То есть, да, это все условно А фольклористы, например, они всегда говорят, что фольклор Это то, что вот пели бабушки Вот вы это скрупулезно вот снимаете И если вы, не дай бог, на гуслях сыграли не вот так вот, а вот так То это уже вы неправильно на гуслях играете Притом все забывают о том, что, на самом деле, народная музыка Она именно потому народная, что человек брал Сверлил там дырочки в дудке какие-то, да? И как насверлил, так и играл, как ему захотелось Вот мы играем на своих инструментах, да, как насверлили Ну, конечно, имеем некий багаж знаний там, да И слушали много музыки разные И поэтому мы используем какие-то приемы Которые, ну, там, начиная от знаменного распева Который пришел к нам из православия там, да, или из Греции, можно так сказать И заканчивая Просто какими-то ладами Которые в музыке уже устоялись в определенных Ну, это связано с географией там, в местности, да, вот есть какие-то устойчивые мелодии И развивая эти мелодические идеи Мы, может быть, что-то привносим и в свои песни Но, естественно, это все не доминанта Которая вот превалирует вот в построении композиции Это просто такая краска И поэтому то, что у нас получается Это похоже на музыку, которую писали там наши прадедушки и прапрапрадедушки Вот, но, конечно, она не является такой традиционной С другой стороны, то, что вот этот мостик получился Он позволяет людям, которые никогда не слушали, собственно, настоящий фолклор Имеют представление о нем как калинка-малинка там, да, и вот это все То, что называют фолклористы клюквой Вот Они могут с помощью вот наших песен, мне кажется, как раз туда и прийти Потому что интересно Более глубокие, да, интересные Да, потому что музыка, которая народная, она очень сложна, на самом деле разнообразна, интересна И далеко не каждый исполнитель с высшим образованием музыкальным Сможет исполнить там какие-то казачьи песни, те же самые тирскую традицию Или Белгород, или Брянск, там, я не знаю То есть это надо пропускать, и только тогда это что-то получается Это надо, да, это надо пропускать, да лучше спеть с маму попробовать даже Просто хотя бы попытаться понять, что это такое А там даже нотная запись со всем этим не справляется Вот, собственно, потому что есть такие постепенные повышения голосовые Там всякие закликушки Да, а как их написать? Особенно, да, особенно в веснянках во всяких закличках таких То есть там это все очень увлекательно Миш, вот мы послушали вот эти песни Я знаю, что хотел спросить Вот, все-таки вот из вашего дуэта Как бы, что бы ты хотел, вот люди, уходя с концерта Что бы они должны, вот в каком настроении они должны уходить? Ну, не знаю, просветленные, непросветленные Ну, а что непросветленные? Просветленные очень хорошо Наверное, чтобы с Верой в лучшее, в наилучший исход В то, что все равно все будет хорошо Потому что мысль, она материальна Как ты думаешь, так оно и будет И насколько сильно ты думаешь, настолько это с большей вероятностью будет Вот, и я так думаю, что как раз можно объявить следующую песню Да? Волки? Да, Волки Волки, позитивная и с хорошим настроением, да? Да Ну, хорошо, друзья, давайте послушаем песню Которая называется «Волки» В исполнении наших сегодняшних гостей Которые пришли в программу «Такие люди» Михаил Уверин, Сергей Канунников у нас сегодня Давайте слушать и смотреть песню «Волки» Вместе стадионные версты верстали Выли тоскливо в январскую югу А и время пришло И рассыпались в стае Каждый по нраву Приметил подругу Что бы ли завтра Шкуру ли снимут И буду ли судьбою прощен И мы пережили долгую зиму Что тебе надо еще? Что тебе надо еще? Духами ребра Да клочьями шкура И поняли рано Голод метет Котолом пятнистым плетем Сапанура Сердце в груди Отбивая чечетку Олки-бродяги Богом храни вы Каждый раз умирал И мы пережили Долгую зиму Все остальное вчера Все остальное вчера Пожито лною Но хочется снова жить От весны до весны Вновь услыхать Пашки стужи суровой Звуки щенячий Вожни Снова увидеть Как зазеленеют малься и лука. Смерть, чтоб идет, уйдут вместе с нею Матушку, землю, снега. Что будет завтра? Шкуру ли снимут? Буду ли судьбой опрощен? Мы пережили долгую зиму. Что тебе надо еще? Что тебе надо еще? Что тебе надо еще? Что тебе надо еще? Надо еще! Еще! В эфире Такие люди Наши гости, гости нашего города, гости нашей студии. Очень приятно, что сегодня мы их, друзья, для вас все-таки каким-то чудо-образом умудрились выловить, потому что они в Москве на два дня репетиционных и дальше по концертным турам. Это Михаил Вырин и Сергей Канонников. Они сидят напротив меня. Вот эти люди. Ну что же, волки так волки, как говорится. Но это не про вас, наверное. Или что-то есть от волков. Про нас, про нас тоже, конечно. И про всех. И про вас, и про вас, да. Хорошо. Друзья, скажите, вот все-таки можно ли сказать, что вот ваш этот дуэт, который начал работать в таком именно составе, ну, достаточно в таком, скажем так, сильном составе. Этот дуэт разные исполнители одного направления. Можем ли это так сказать? Потому что вот исполнение Миши и твое, Сереж, они как бы вот, ну, действительно разные исполнения. А вот творчество и сама эстетика и сама вот эта вот внутренняя такая глубина, кстати, напомните об этом альбоме, который у Канонникова выходит, вышел уже в альбом «Глубина». Вот. Как у вас с глубиной? Вот можно сказать, что вы разные исполнители одного направления? Да мы просто дружим очень давно. Вот какая история. И тут, если бы у нас не было общих ценностей, наверное, ничего бы не получилось. А у нас просто что такое хорошо, и что такое плохо, и в жизни, и в музыке как-то примерно на одном уровне понимания. Слушай, я давно у тебя не был, сколько, наверное, год уже, да, или сколько, и что-то не подходил я к книжной полке. Сегодня подошел к книжной полке, смотрю, там Ремарк стоит, там Булгаков, там Толстой, там Лермонтов, там все. Бери любую книжку и читать. Вся твоя библиотека, да? Ну да, когда-то она у меня была, сейчас, ну да. Понятно. Прямо все книжки, практически все мои любимые. Ну да, в ваших семьях еще и дети рождаются, прям погодки, получается, как что-то умудряетесь. Слава Богу. Ну хорошо, да, действительно, очень здорово, когда творчество сопутствует дружеские отношения, и наоборот, дружеские отношения, они перерастают в такое взаимное понимание того, как должно строиться это творчество. Вы знаете, вот хотелось бы, конечно, вас приглашать на большее количество мероприятий, но мы знаем, что у нас и столичный регион не наполнен там клубами, там, или какими-то там точками, там, квартирниками, такого вот прям вашего направления. Их немного, но они все ценные для вашего слушателя. Сереж, расскажи, пожалуйста, мы с тобой общаемся уже там больше 15 лет, и хочется вот что спросить. Ты отслеживаешь своего зрителя, слушателя, как он меняется в течение времени у группы возвращения? Он взрослеет вместе с нами. А вот новые люди? Новые люди приходят тоже взрослые, сейчас много очень таких приходит людей уже в возрасте, даже, многие даже в пенсионном возрасте приходят. А молодняк? Молодняка стало откровенно говоря меньше. Меньше, да? Вот, но он есть. Вот, то есть просто молодняк для того, чтобы выцепить всю эту музыку из соцсетей и понять, что это свое, там, да, но он через общение живое только приходит. То есть, если есть какие-то там ученики, которые сталкиваются с музыкой, с нашей, там, да, они загораются, там, передают что-то. Я, на самом деле, много раз играл в школах разных. То есть, в Южкоралу меня приглашали там в обыкновенное чудо, кстати, и в летний лагерь просто для школы я играл, для школьников. И там просто после этого и куча народу, там, несколько десятков человек оставались на мастер-классе, там, по поэзии, там, по гитаре. Вот, то есть, им это все интересно, им это нужно просто, во-первых, нету какой-то такой истории, которая была, популяризировала это именно среди молодежи, да, то есть, есть эфеморадиостанции, но их тоже уже, ну, посмотри, на нашествие уже, зритель тоже ему там за 30. Да-да-да, кстати. Вот, то есть, как бы... Раньше самая молодежная тусовка, сейчас... Да-да, то есть, это все уже музыка не другого поколения, вот, а если мы говорим, там, о тех, кому 16-18 лет, то, им для того, чтобы к этому прийти, им нужно взять в руку гитару, для начала, и попробовать что-нибудь сыграть самому, а потом оказывается, что играть 4 аккорда того, что предлагает современный эстрад, неинтересно, вот, потом люди начинают что-то ковырять такое. Обратите внимание, какие полезные советы дает Сергей Канунников. Возьмите в руку гитару, попробуйте сыграть что-нибудь, кроме 4 аккордов. А я уж не знаю, как брать в руки гусли, но я сейчас, наверное, попробую. Сейчас попросим, Миш, дай мне, я просто не могу смотреть на ваши выступления, дай мне, пожалуйста, я попытаюсь это сделать. Вот, и потом люди начинают искать, я даже не скажу про нас, и начинают находить Пашу Хардинова, Лешу Вдовину, Юлию Тюнникову и всех остальных. И у людей взрыв мозга происходит просто. Как это так? Вот эта культура, оказывается, она существует уже десятилетия. У нее много серьезных поклонников. Там куча народу, да, то есть свои какие-то сообщества, свои фестивали, своя какая-то жизнь, и об этом... Не уходи, не уходи, ты иди, заходи за меня-то. Заходи, ты будешь мне показывать, как делать-то. Я хочу научиться хоть что-нибудь, ты мне объясни как-то. Так, сейчас. Так. Это, конечно, надо класть на колени. Да, ради бога, мы положим. Можно так. Ты не переживай, я не сломаю. Я представляю, сколько эта штука стоит. Сейчас это ставим, палец на вторую струну, вот сверху. Да, понял. И потом через струну, вот так, вот так. То есть на самом деле, раньше любой человек, любой мужик, вот на первую, на третью, на пятую, на седьмую и сюда вот. То есть мы сейчас играем... Минору, минору мажей получается. Мы сейчас играем сюда, 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 сюда и сюда. И потом надо будет... А сейчас что сделаем? Вот русский стиль, это пальцы находятся между струн. То есть первый между... Да. Ну вот этот ладно еще. Между третьей и четвертой, между пятой и шестой. Этот сюда. Вот этот сюда. И когда ты меняешь позицию, ты просто руку двигаешь. Нет, нет, нет. Вот сюда двигаешь и просто у тебя рука уже разжимает... Другие. Да. Вот так, смотри. Я понял, понял. Вот, вот, вот. Это винор? Ага. Мажор. Отлично. Вообще невероятно. Спасибо тебе большое. Положи куда-нибудь аккуратненько. Вообще трэш. Ти-то-ти... Ти-то-ти. Как ты, я слышал, такой анекдот Полпустил мужика зла в грудь Обожрался тот козёл и ты подох Кто к той поры мужик сам засох А не жалко мужику для козла Что ему земля дала, рыцела И обиды никакой наскутая На сердце всё одно А мы её тут Ой, мы её тут Во всем урлах вот мужик был урёл Кабы горькую сута не порол Кабы с пьяного сабора не залёг Да кого ж теперь винить, мужичок? Кабы да тогда врагу по рогам Да видно, чёрт тебя унёс, дурака Видно, чёрт тебя унёс, уволок Да кого ж теперь винить, мужичок? Эх! Синяц, синяц, мужик, козёл и яси Бот наздалил город цвет луны А и в городе всё столы на земле За столами всё козёло на козеле А всё зверюги без следа чёпкают А позабыла себе до таровкаю А мужик с амбасой идиот Разносолы на столы поддаёт Ах, идиот! Ах, идиот! Ох, святая-то, может, простота Кабка ночью затворил врата Кабы с пьяным под собор не залёг Да кого ж теперь винить, мужичок? Кабы да тогда врагу по рогам Да видно, чёрт тебя унёс, дурака Ведьно, чёрт тебя унёс, уволок Да кого ж теперь винить, мужичок? Эх! Играет музыка Играет музыка Играет музыка Вот так вот мастер-класс сегодня по игре на гуслях. Я, друзья, прохожу в программе «Такие люди», в которую пришли Михаил Вырин и Сергей Канонников. Сережа, мы с тобой разговаривали, пока Миша ходил за инструментом, я тебе там не дал мне сказать. И, знаешь, хотел бы продолжить немножко, попросите продолжить. Ведь действительно о публике, о вашем направлении. Мне очень понравилось, как сказал Дима Юрков когда-то, являясь гостем нашей программы, он сказал так. Он говорит, что очень важно, чтобы человек привел зал. Вот если один человек такой есть, который приведет зал, потом этот зал, он как бы будет твой. Ну, я не согласен с этой историей. Почему? Это на самом деле в авторской песне такая распространенная история. Вот есть клуб, у него есть руководитель какой-то. Он сказал, вот на этого мы пойдем, это хорошо. И все пришли как послушные такие. Вот руководитель сказал. Ну, это такая комсомольская история немножко. Нет, он говорит про то, что билеты. Вот человек, который распространитель, который скажет, вот это интересно, давайте купим эти билеты. Это очень рядом все находится. А рядом, да? Понимаешь, рядом. Вот, то же самое, а вот на этого мы не пойдем. Вот он не сказал, вот потому что он там в другом клубе авторской песни там, и вот это вот все довольно такие вещи неприятные. Дорогие жители Российской Федерации, я тебя понял. Спасибо, Сережа, за ответ. Мне очень хочется вам вот что сказать. Когда вы увидите афишу в вашем городе или на какой-нибудь местной там радио, телекомпании услышите, что будут вот у вас эти два человека выступать в вашем городе, вы просто приезжайте, вы просто приходите. У них, как правило, либо они вообще делают свободный вход, либо это совсем небольшие, сравнительно небольшие какие-то деньги, там стоят эти билеты какие-то для того, чтобы отбить аренду зала, там и какие-то проездные вещи. И придите один раз и посмотрите. Потому что, конечно, то, что мы сегодня вам показываем посредством телевизионного экрана, это одна история. Но когда вы это слышите вживую, это совсем другое. Это, поверьте, намного лучше. Что мы слушаем? Да я вот не договорил, кстати. Мне не дал закончить. Я говорю о том, что хорошо для исполнителей, что действительно ценно. Это когда нет никакого ресурса, а когда просто люди вот знают и ходят по билетам, честно, покупая эти билеты, вот это твоя аудитория. Никто там не привел никого, не загнал палкой и так далее. Когда такие люди есть, тогда артист чего-то стоит действительно. Сейчас, тем более, есть право выбора. И для того, чтобы определиться с этим правом выбора, мы сейчас и послушаем еще одну песню в исполнении наших гостей. Что вы споете, скажите нам. Вот мы споем то, что сложно в гуслях, Миша сказал, что просто, но есть еще сложные вещи, для которых, чтобы их сыграть, нужно учиться долго. Вот тайга. Мы ее исполняли здесь с возвращением, но с гуслями она звучит совершенно по-другому. В общем, можно послушать. Давайте тайгу послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Я ушел налегке, скарп оставив врага, ворох сброшенных шкур. На чужом языке слово скажет варган, словно старец уйгур. Рвет просторы хамос, сброшен с шеи хамот, вязнет в хлебе нога. Я мотаю на ус, чтоб во лжи не тонуть, чему учит тайга. Хвойный до неба храм с куполом рыжих звезд, пляшущих в синеве. Плячет вяза гора, комья грачиных гнезд в узловатой руке. Мне мой волчий разбой не укрыть темнотой, всюду глаза горят. Будто кто-то живой, подопавший листой, дышит сыра земля. Мой соколиный взмах не оборвет стрела, но проводит вас след. И, сверкнув у виска, цель продолжит искать, продырявив рассвет. В узел свежу тугой все, что возьму с собой, все, что изведал сам. Реку под радугой, до зари золота, певчие голоса. Горный хрустай ручья, плетья оленьих троп, пеструю пряжу трав. Птичью свою печаль в песне спетой утром хлеб соленый у рта. Так и буду шагать по квадратам холстай, к черно-бурым холмам. И в дороге устай, не устанут шептать, к черно-бурым холмам. И в дороге устай, не устанут шептать. Субтитры создавал DimaTorzok В переводе с татарского языка Мин Сен-Эйра там, значит, я тебя люблю. В эфире Радио Большая Балашиха Вас и там, и тут передают. Друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях Михаил Вырин, Сергей Канунников. Мы с ними общаемся о их творчестве, о творчестве этого дуэта. Вот теперь это еще не два коллектива вместе, а один дуэт. Это здорово. Друзья, скажите мне, пожалуйста, когда вы собираетесь написать что-то новое? Есть ли такая возможность включить в себе творческий тумблер, сесть и написать? Потому что вот просто есть такая потребность. Или все-таки должно вот бум зажечься. Смиш, хочу начать свой вопрос. Вот потому что разные песни пишутся по-разному. У тебя есть песни, которые прям вот замечательные, топовые, а есть песни, которые ты исполняешь нечасто. Скажи, пожалуйста, вот как это делается? Есть такая возможность включить и себя заставить или, я не знаю, или вызвать такое состояние души, чтобы написать песню? Ну, это процесс такой метафизический. Конечно, можно как-то подталкивать и стимулировать это, но если звезды стоят не так, то можно убиться об стену, если ничего не напишешь. Серега, по-моему, написал уже, кстати, да? Да, что-то уже как раз в гусельной тональности. «Башвачевская осень». А, ну «Башвачевская осень» вообще там была ночь. И, собственно, за ночь было две песни написано. «Башвачевская осень» одна из них. Но мы ее, наверное, сегодня не сыграем. Но здесь другое. Просто есть песни, которые ты хочешь написать как человек. Понимая, что вот есть какая-то актуальная тема, над которой стоит поработать. И сначала ты читаешь кучу книг, для того, чтобы там не соврать, если это песня на историческую тематику, на какую-то... Я сейчас как раз над одной из таких песен работаю, я не буду пока раскрывать. Но, в общем-то, у меня ушло уже, наверное, недели две просто на какую-то проработку материала о том времени, о котором я пишу. Притом, там, книги по 600-800 страниц. То есть ты пытаешься напитаться вот той атмосферой, которая была там, да? Да, уже есть какие-то образы в голове, какие-то рифмы, которые ключевые, может быть. Но для того, чтобы все это собрать воедино, нужно больше, больше, больше материала. И потом это все, в конце концов, должно выстрелить. Ну, то же самое было с Клавратом, когда я писал довольно известные песни «Возвращение». Да. Сереж, а вот что касается песни, которая у тебя вошла в альбом «Глубина», я считаю, что она там, наверное, такая, ну, не запряжная всего альбома, но такая достаточно коренная песня, это Айна. Вот как она писалась, можешь про нее рассказать? Давай мы про нее уже рассказывали просто в прошлой программе. Ты не рассказывал, как она писалась. Ну... Вот я что имею в виду. А, ну, с этой точки зрения. Как у тебя это, да. А, я тогда еще работал начальником отдела в компании по IT-технологиям. Только не называй, как она называется. Да, сейчас я уже бросил все это дело, осталась только музыка, вот, как бы надоело мне. И получается, что я сидел на своем рабочем месте, вот, меня просто накрыло, я сижу, у меня слезы из глаз просто, вот, я просто вспомнил вот эту деревню, вспомнил этих людей, которых я там видел, и я по четыре строчки, вот, выходя просто подышать на улицу, вот, ну... В тот случай, когда не надо читать книги по 600-600 страниц, то есть просто привезли. Да, просто невозможно было не написать, вот, потому что пришлось отложить все и с открытым блокнотиком на рабочем месте записывать эти строчки. Субтитры создавал DimaTorzok Осенью вода поднялась, смыла мост, дрова унесла. Сгинула в шеверах, смеясь, вспыхнула радугой. Белой пеной пряжа велась память старого ремесла, а звезда на кромке весла сгорал, не радуя. К сестре Айну брат приходил, до утра сидел у двери, У открытой Настя ж двери пел колыбельные. Младший серый брат пел давыл, в черном небе спутник летел, А под ним корабличек плыл, палубы белые. Айна, Айна, кого будешь в дом закликать, Не спеши в ладонях ломать, верить в нос свое. Айна, Айна, полноте тебе горевать, Калик от черных воронов на жнивье. К сестре Айну брат приходил, до утра ворота ломал, У сарая бревна крушил, жерди разбрасывал. Старший бурый брат все серчал, горевал, ревел, да рычал, Год назад забрать обещал, да верно забыл. Айна, Айна, где зимой поземка метет, Там гуляет мать Росомах, ищет Сахатова. Айна, Айна, там тебе теперь бережет Белое зерно в закромах вьюга, крылатая. К милой Айне муж приплывал, Ей в лицо глядел из воды, да о чем-то долго молчал, Убил плавником. Ничего опять не сказал, лишь исчез за камнем седым, Видно, приберег слова на потом. Айна, Айна, где петляет Нурмис река, Там твоя тропа далека, морожка и вышита. Айна, Айна, вдалеке гора велика, С той горы плывут облака, в горнее, в вышнее. Айна, айна, да о чем-то зерно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тебя, так сказать, используем Так же, как ты нас используешь В нашей редакции постоянно Так и мы тебя используем Спасибо тебе большое Две врезочки, зато таким красивым Канунниковским голосом Надо тебе разместить на сайт И чтобы ты мог свободно Включать и говорить Вот, видите, озвучиваю Вот этому чуваку озвучиваю Портфолио озвучиваю Сереж, насчет того, что действительно Конечно, возникает время от времени Потребность вот в организации Таких концертов Их, конечно, хотелось бы Многим людям, наверняка Тем, которые сейчас смотрят нашу программу Хотелось бы задать Простой сакраментальный вопрос Ребята, как это все делается? Как можно вас позвать? Ведь вам не надо кучи там Какой-то супер-гипераппаратуры Которая нужна для ваших коллективов Когда они выступают В электрическом составе В составе, в акустическом Вы же вдвоем вот гусли гитары Как-то подзвучать, чтобы это было слышно И на достаточно четырех микрофонов Для того, чтобы это уже было Да мы их с собой возим, во-первых То есть микрофоны, обработки, все свое В завершении нашей программы Мне очень бы хотелось, чтобы вы немножко проанонсировали То, как можно с вами связаться Я в начале передачи сказал, что есть Всякие разные интернет-сегменты На которых можно просто легко войти И там вы не попадете на какого-то администратора Или на какого-то этого самого Вы попадете именно на музыканта С ним пообщаетесь лично Я думаю, что самый прямой контакт Не будет никаких посредников Расскажите, Сережа, где вас искать Тебя как с Мишей, допустим Или, допустим, тебя и возвращения Или и Мишу там тоже Мне хотелось бы попросить сказать то же самое Именно как раз про «Медвежий угол» Все очень просто Мы и в Фейсбуке, и в ВКонтакте Под настоящими именами Поэтому можно писать личные сообщения Они открыты для всех И приглашать на концерт То есть мы можем работать и как физические лица И у нас есть агентское соглашение С юридическим лицом И через него мы можем Собственно, по договору работать С любым городом То есть все чисто, прозрачно Да, конечно Миша, а у тебя какие сегменты? Расскажи нам Как искать нам «Медвежий угол»? Может быть, их 8 коллективов Работают в России Нет, ну «Медвежий угол» там По-моему, тоже один До сих пор никто это к рукам не перебрал Все очень просто Группа «Медвежий угол» Там, естественно, вылезают какие-то ссылки На сериал «Медвежий угол» Там еще что-то Ну, надо искать группу Песни Шапутинского вылезают В общем, какой-то ужас Нет, группа «Медвежий угол» Город Казань Сразу набираешь Все выходят А Михаил Вырин, собственно Фамилия редкая Такая еще Аксел Сергеевич В «Станционном смотрителе» Видимо, одного из моих предков Описал Все-таки видел, да? Да Вырин Самсон Вырин Такой То есть Выры Это живота между Это где-то под Великими Луками Деревня И, видимо, оттуда Вот, собственно Корни Это чувствуется, знаешь Что под Великими Луками Судя по твоему творчеству Я все хочу туда попасть И вот до сих пор не попал Так что Михаил Вырин Ну, не знаю До недавних пор Там один был вообще на всю сеть Вот, может быть, сейчас Уявился еще кто-нибудь Народился Маленький там Мишанька Вырин Кого-нибудь Не, ну я, например, всегда Я с удовольствием просматриваю Там какие-то твои эти самые Ты, наверное, видишь меня, да? В своих социальных сетях Время от времени захаживаю Там что-то там про Меня интересует из вашей жизни Ну что, замечательно Сергей Канунников Михаил Вырин Группа «Медвежий угол» В случае Миши Группа «Возвращение» В случае Сергея Канунникова Там очень много выложено песен Песен это можно Не только послушать Но, наверное, да? И скачать из этих Ваших сегментов в интернете А вот пока совместного творчества Нет, совместного пока нет Я имею в виду по группе То есть это только живьем Это эксклюзив Все, друзья Поэтому я хочу сегодня От вас всех вместе И от меня лично И от нашей редакции Плагодарить ребят За то, что они в своем Двухдневном туре по Москве Нашли Нашли это время Для того, чтобы забежать Нам в студию И с нами пообщаться Большое, ребята, вам спасибо Мы сердечно вам Желаем искренне Чтобы у вас все получалось И удавалось Потому что Ну, нужно нам это творчество Поверьте Мы не всегда вам это говорим Может быть, не так часто Вам и громко аплодируем Но Поверьте Действительно, оно нужно Мы его очень ценим И хотим Искренне Чтобы таких людей Снаваться больше и больше Если у вас есть что-то сказать В завершении Нашим уважаемым зрителям Слушателям У вас есть такая возможность Прошу Поводю, спасибо тебе Спасибо всем ребятам Спасибо И спасибо всем Кто дарит нам часть своей жизни Слушает эту передачу И слушает наши песни Надеюсь, что эта часть жизни Пройдет для вас не зря Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok